Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал, посвященный боксу. И сегодня мы с вами посмотрим бой двух боксеров, имена которых стали синонимом бокса в тяжелом весе своих эпох. Большой Джордж Форман против Эвандера Хэллифилда. Поистине уникальное столкновение эпох и десятилетий. Вот он, Джордж Форман. Олимпийский чемпион в Мехико еще в 68-м году. 42-летний боец. Закончивший карьеру в 1977 году. И вернувшийся в 1987 году. Являющийся в этом бою претендентом на звание абсолютного чемпиона мира. Целых 10 лет отсутствовал этот боец вне ринга. Попел стать священником. Полностью посвятить себя миссионерству. Семье. Но 10 лет спустя решил, что его время пришло. Пытаясь доказать всему миру, что и в 42 года можно стать великим чемпионом. И что все дело оно в голове. Но попал Форман на эпоху. На эпоху, когда на ринге были такие ребята, как Эвандер Халифилд, Майк Тайсон. И многие-многие другие хорошие боксеры-тяжеловесы. И вот он, Эвандер Халифилд. Человек, начавший свой путь в полутяжелой весовой категории. Сильно раздутый полутяжеловес. Как в начале его карьеры писали газеты и критики. Действительно, довольно скромно выглядящий на ранних этапах карьеры Халифилд. Едва ли, как считали, мог противопоставить что-то серьезное. Настоящим, природным, большим тяжеловесом. Вроде, например, Ленокс и Льюис. А момент этого боя Халифилду было 28 лет. Совсем молодой, еще даже 30-ти нет. Мы знаем, что, как правило, у тяжеловесов их пик достигает где-то в 30-32 года. Но все, конечно, условно. У кого-то пик наступает раньше, у кого-то позже. Но в целом, 28 лет для боксера тяжа это еще юность. Но при всем при этом Халифилд обладал невероятным опытом. Только по любителям у него было порядка 174 боев. Из которых 159 он выиграл. На профессиональном ринге на этот момент его рекорд составлял 25-0. 25 побед, ни одного поражения. 21 бой закончился нокаутом. Еще раз напоминаю. Этот парень вышел из полутяжелой весовой категории. И чисто на бумаге вроде не должен был ронять тяжей. Но как случилось, так случилось. Ну а рекорд Форма так и вовсе внушает уважение и страх. 69 побед при всего двух поражениях. 65 нокаутов. Это рекорд, которого надо опасаться. Он говорит сам за себя. Журнал «Аринг» в свое время поставил Формана в список самых страшных панчеров в истории бокса. Он располагается там в десятке. Да и те самые два поражения. Кому проиграл Форман? Он проиграл Джимми Янгу. Это был его последний бой перед перерывом. И великому Мухаммеду Али. Скальпы, которые он, Форман, умудрился собрать за свою карьеру. Они, конечно, восхищают. Чего стоит бой с Фрейзером? Великим Джо Фрейзером. Бои, в котором... В общей сложности было два боя. И обоих Форман праздновал победу. И как праздновал? Не буду вам спойлерить. Посмотрите. Это великие. И, в общем-то, не сильно продолжительные бои. Ну, а в этом бою ему предстояло доказать, что и в 42 года можно стать великим чемпионом. Вандер Халифилд на момент того боя имел статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Завоевал он его, к слову, отправив на пол обидчика Майка Тайсона. Вот этот бой есть на нашем канале. Джеймс Бастер Даглас. Посмотрите. Очень интересный бой. Очень показательный. Ну, какие были расклады перед этим боем? Ну, в общем-то, Форману и не давали. И никаких вообще шансов. Вообще, с момента его возвращения на ринг это была целая эпопея. Его мы просто не хотели давать боксерскую лицензию. Беря в расчет длительный простой и возраст, считалось, что он только повредит своему здоровью. Ну, а Форман вообще очень упрямый был. И в молодости, но и в возрасте. Упрямости он не потерял. Он добился своего. Ему дали лицензию. Он вернулся на ринг. И, вернувшись на ринг, до этого боя умудрился настамповать 25 боев провести. И все выиграть. Ну, и на этот бой он, естественно, выходил в ранге, как я уже сказал, явного андердога. Быстрый, легкий. Форман не должен был оставить шансов тяжелому, погрузневшему такому Джорджу Форману. Ну, и первый раунд проходит именно в той манере, которую предсказывали эксперты. Легкий Форман. Прошу прощения, легкий Халифилд, конечно. На ногах, на подскоке, в челноке. С легкостью уходит от самых тяжелых атак Формана. Но форма Панчер. У Панчера всегда есть шансы, и он прекрасно понимает. Обратите внимание на этого, на заднем плане, на эту личность. Это Анжела Дандим. Великий тренер по боксу. Форман в своей манере никогда не садится. Да, в плане габаритов, конечно, Форман выглядит намного более внушительно, нежели Халифилд. Несмотря на то, что Халифилд очень успешно мудрился намотать на себя эти килограммы мышц, все-таки он не является природным тяжеловесом. Отличие от Формана, который в молодости представлял из себя совершенно потрясающее зрелище. Этот парень был рожден для бокса. Обладает совершенно тяжелейшими, просто убийственными ударами с обеих рук. Форман мог закончить любой бой в любой момент. Но только если вы не Мухаммед Али. Я имею ввиду не то, что он настолько искусный боксер, что ни у кого никогда не было шанса. Нет, у Формана достаточно пробелов. Вот сейчас было не очень красиво. Попал немного ниже пояса Форман. Нет, но просто к тому, что практически любой чисто попавший удар так или иначе закончит карьеру. Не карьеру, бой. А может быть и карьеру бойца, фактически без вариантов. Уж слишком тяжелые кулаки были у Формана. Легкие на ногах, Халифилл кружит, кидает комбинации. Вообще Халифилл как выходит из любительского бокса, набивший довольно большое количество боев. Халифилл обладал просто великолепной техникой. У него была техника, хорошая техника, именно любительская. И он смог ее грамотно привнести в профессиональный бокс. Это то, что удается далеко не многим на ринге. Сделать так, чтобы те навыки, которые получили в любителях, работали на вас и в профи. Халифилл, так слово, тоже участвовал в Олимпийских играх. И завоевал бронзу в Лос-Анджелесе в 84-м году. Форман действует довольно размашисто. Но умудряется попадать с этой размашкой. Он не очень подвижный боксер. Прямо скажем. Он и в юности нельзя было назвать его очень подвижным боксером. Но с возрастом, конечно. Это ведь черта чемпионов, понимать свои слабые стороны. Сейчас очень хороший боковой правый заходит. Халифилду очень повезло, что он не был акцентированным. И уважение, конечно, к Халифилду за то, что он вот здесь сейчас уже в начальных раундах не боится вступать в такой открытый бой с Форманом. Ну так вот, с возрастом Форман прекрасно понимает, что он лишился своей скорости, мобильности. Адаптировал свой стиль. То, что вы сейчас видите, вот эта кажущаяся иной раз нелепая защита, которую демонстрирует Форман, просто выставляя вперед локти. Двойная локтевая защита. Так, в наше время практически, ну, очень тяжело найти боксеров, работающих в подобной стойке. Она не очень популярна. Она такая, подобная стойка выходец из... Еще, знаете, ранних-ранних времен, когда все решало не мобильность и скорость передвижения по рингу, а сила удара. Надо было подойти поближе так, чтобы по тебе не попали и как следует ударить. Вот в то время подобные стойки пользовались очень большой популярностью. Это еще прям 30-е годы и так далее. Но здесь, в конце 80-х, начале 90-х, подобные вещи вызывали, ну, поначалу некоторые даже, смешок со стороны. Но ровно до тех пор, пока это не показывало свою эффективность. Подобная стойка решает вас в мобильности. Ну, правда, вы не можете работать на подскоке, будучи перекрытым двумя локтями подобным образом. Однако, она позволяет принять большое количество ударов, завернуть как следует корпус и ударить, что есть мочи. В общем-то, именно эта форма ну и надо. Форма достаточно опыта. Он полагается именно на свой опыт. Ждет момента, пытается вычислить... Вычислить повторение со стороны Холифилда. Пытается поймать ритм Холифилда для того, чтобы поймать его ударом. И сделать ровно то, что он сделает через какое-то время, внимание, спойлер, с великолепным Майклом Муррером. Бой Муррера вы можете посмотреть на нашем канале. Один из его боев. Муррер просто великолепнейший боксер. Попался, выигрывая весь бой, попался на удар Холифилда. И, в сущности, выигрывая весь бой, проиграл его нокаутом. Да, очень так размашисто и, кажется, заметно бьет Форман. И вот сейчас Холифилд его за это наказывает. Страшнейшие удары насыпает Холифилд. Слева и справа. Просто расстреливает. При всем при этом Форман мудряется еще идти вперед и периодически отвечать. После такого тяжелого раунда, кажется, что Форман даже не потрясен. Давайте посмотрим. Несколько совершенно чистых ударов прошло у Холифилда. Вот такое ощущение, как будто Форман, хоть и потеряв на мгновение фокус, но не теряет из вид за своего оппонента и пытается найти момент для того, чтобы контратаковать. Да, вот находясь в таком состоянии нокдауна, это тоже, знаете, особенность отчасти характера, отчасти опыт не терять своего соперника из вида даже в самые тяжелые моменты боя. Самое удивительное, что Форман при всей своей небольшой скорости умудряется доставать джебами Холифилда. Форман после того раунда, очевидно, полностью восстановился. Вот так смотришь иной раз со стороны на Формана и будучи человеком неосведомленным, кто это, можно подумать, что это совершенно какой-то колхозный стиль ведения боя демонстрирует этот боксер. Ну как так? Такие размашистые удары. Чуть ли не от пола он их кидает и что? Этот человек умудрился набить 69 побед. Ну вот как? От такого можно и защищаться. Но тут надо понимать одну очень важную и тонкую деталь, которую забывают те, кто комментирует подобные бои. Когда в вас летит кулак такого человека, как Джордж Форман, кулак, который отправил на канвас 65 человек, вы либо должны будете защищаться, либо разорвать дистанцию. Так просто сконтрить это, ну, крайне тяжело, в первую очередь психологически. Представьте, что на вас летит кирпич. Вот примерно такое ощущают практически все те, кто бился с Форманом. Я вам больше скажу, Халифилд в дальнейшем в своей Корее не раз говорил, что самые сильные удары он пропускал именно от Формана. И Форман билет тяжелее всех. Напомню, это Халифилд, тот самый Халифилд, который провел два боя с Майком Тайсоном. Человек, который провел несколько боев с Леноксом Юисом, Ридиком Боу. И вот этот вот 42-летний. Представите бокса, бокса, которого уже нет на этот момент. На момент этого боя, по-моему, никто из той плеяды боксеров уже не выступает. Кстати, перед этим боем, но здесь, к сожалению, не показывает у нас вступление, но Формана в ринге приветствовал никто иной, как Мухаммед Али. Тот человек, который фактически сломал карьеру Формана в свое время. И вот сейчас, спустя много-много лет после их боя, очень так примирительно они пожали друг другу руки. Никакой неприязни, только уважение. Пятый раунд. Как быстро летит время. Очень плотный бой. Одна из еще таких, знаете, характерных черт вот такой стойки, которую исповедует Форман. Это то, что по ней очень неприятно в принципе бить. Попробуйте ударить по углу стены или двери. Вы поймете, каково это. Перчатки, которые прилетают в локоть, это крайне неприятно. Больно и грозит серьезными травмами. Элифилд, конечно, серьезно превосходит в скорости Формана. И без зазрения совести пользуется этим. Молниеносные комбинации периодически проходят мимо рук и доходят до цели. Ну, далеко не у всех это получалось. Вообще, Форман крайне физически сильный боец был. После завершения карьеры и ее возобновления можно найти очень много видео в интернете, где Форманса и года тягает грузовики, поднимает тяжеленные бревна. Воистину, у этого парня просто фантастическое здоровье было, физическая мощь. И до сих пор один из немногих боксеров, который провел такое количество боев, при этом находится в светлой памяти и в добром здравии. Он даже позже еще пытался вернуться. В 50 лет Форма пытался вернуться на ринг. Там ходили слухи о том, что он пытался подписать контракт на бой. Просто, чтобы доказать всем, что и в 50 может стать чемпионом. Но не срослось. Это было уже начало нулевых. Удивительная в целом трансформация произошла с Форманом за то время, что он отсутствовал. Свою юность он был известен как ну далеко не самая приятная личность именно с точки зрения личных качеств человека. Его безумное самомнение, его заносчивость, его пренебрежение людьми, своими оппонентами, да и вообще его такое умение смотреть сверху вниз на всех и не только из-за великого роста. Создало ему славу очень неприятного вообще не человека, а скандалиста. А вот сейчас я, пожалуй, прервусь. Заигрался Халифилд немного. Заигрался Халифилд. Ему просто крайне важно оставаться легким на ногах и не допускать застаивания. Ни в коем случае не прижиматься к сетке. Ой, не к сетке, прошу прощения, конечно, к канатам. И, что очень важно, не повторяться. Еще раз напомню вам, что Форман в случае крайне опытным боксером вычислит, если вы будете повторяться. И вот проходит двойка. Со стороны кажется, что не прям такая уж и сильная. Но судя по тому, как Халифилду пришлось со статок раунда спасаться за глухой защитой, он вполне себе это почувствовал. Конечно, был еще один удар. Вообще, Халифилд тоже умел держать удар. Ну, так вот. Форма был известен как не самая приятная личность. После завершения карьеры, после ее возобновления, в нем что-то изменилось. из личности скандальной, личности не самой приятной. Он вдруг превратился в доброго дядечку. Вся страна, все Соединенные Штаты Америки полюбили этого боксера. Ему, ну, где-то, может, надо сказать, сочувствовали. Хотя, это, наверное, неправильное слово. К чему сочувствовать? Здоровый человек, выигравший Олимпиаду, добившийся крайне много на профессиональном ринге, но все-таки его видели, как я уже говорил, этаким андердогом после возвращения на ринг и мальчиком для битья, что, естественно, истине не соответствовало и раз за разом он это доказывал. Но он полюбился всем. Очень уважительно стали относиться к Форману, да и он сам стал проявлять максимум уважения к своим соперникам, но при этом никуда не делся его пробивной характер, если уж он что-то хотел, он этого добивался. Главной проблемой Формана после возвращения на ринг стал, конечно, его вес. в юности он был очень подтянутым, поджарым, мускулистым, но при этом в меру мускулистым боксером, но, конечно, в период своего отсутствия он набрал, набрал очень неплохой вес. Однако на этот бой он вышел в довольно хорошей боевой форме, 117 килограмм, при том, что между боями он умудрялся отъедаться чуть ли не до 125-130 килограмм. И как вы понимаете, в таком возрасте сгонять вес это большая проблема. Но, по словам самого Формана, он слишком сильно любит мясо, чтобы отказывать себе в этом удовольствии. Ну что ж, у всех свои слабости, такая слабость была у Формана. Опять же, при должной мотивации, при должном раздражителе, а Халифилд был таким раздражителем, не всяких сомнений Форман возвращал себе боевую форму, у него хватало выносливости, сил и запала для этого. Идет шестой раунд, и как мы видим, Халифилд делает то, чего делать нельзя, он начинает стоять перед Форманом. Отчасти он, конечно, сам во многом прочитал Формана, Форман не блещет какими-то изысками в защите, в атаке, но Форман так к этому готов, и он готов к обмену ударами вот здесь, он знает, что стоит ему попасть, все закончится. Готов ли к этому Халифилд? Это большой, большой вопрос. И сейчас начинается седьмой раунд, и с вашего позволения я возьму на этот раунд перерыв, чтобы вы его могли посмотреть в тишине. А посмотреть здесь есть на что, поверьте мне. один из лучших раундов десятилетия. Итак, смотрим. подэкерсб раунд, хрань, оттенны, скотно, хрань. Хрань, хрань, герой, хрань, хрань, хрань. Субтитры делал DimaTorzok 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 И раунд заканчивается Но как вам? Вы понимаете, что чуть было не произошло? Все началось вот с этого момента Обманул, обманул Обманул форман Халифилда На протяжении всего боя он бил комбинацию левый-правый Классическую двойку Именно в этот момент он дарил не правый, не прямой удар А такой полубоковой И попал Но каков Халифилд, пережив весь этот град, всю эту бомбардировку Он умудрился под ней восстановиться И сам перешел в атаку Нанеся довольно большое количество точных ударов по Форману Как эти оба стоят на ногах совершенно непонятно Ну и после подобного эпизода Конечно, для Халифилда Я думаю, являюсь таким важным триггером Что стоять перед Форманом все-таки нельзя А вы видите, что начиная где-то раунда с шестого Халифилд, прям скажем, встал Он периодически переходит на челнок Но атакуя, остается перед своим соперником Но тут уже вступает тот фактор, что Форман просто подустал Опять же, скидку на возраст, на большой вес Форман сам прекрасно понимает, что он уже не молод В предыдущем раунде, ну как по мне, он отдал практически все свои силы Это был его самый реальный шанс в бою И он не смог воспользоваться в полной мере Халифилд остался стоять на ногах И Форману ничего не остается другого Кроме как продолжать монотонное преследование В надежде, что он вновь сможет попасть Но Халифилд очень опытный боксер Я не думаю, что он позволит второй раз случиться подобному К тому же, Раф, раз попробовав Мощнейшие удары Формана Я думаю, он их понял Принял, переварил, что называется Сейчас примерно понимает, что ждать Вообще, в боксе самое неприятное Это пропускать вот эти самые первые удары Когда ты толком не знаешь, как же бьет твой соперник Пропуская один-два удара Ты понимаешь, что да Вот примерно к этому и надо быть готовым И сейчас, я думаю, Халифилд вполне себе готов Ко всему, что мог предложить ему Форман Но это ни в коем случае не означает, что ему надо Влезать в грубый размен Пренебрегать Форманом А вот сейчас было, конечно, потрясающе выполнено Форман стоял довольно далеко Попытался нанести правый такой полубоковой полусвинг Не смог донести он удар до цели Поняв, что Халифилд стоит очень далеко Ну а Халифилд, пользуясь скоростью Решил ему почему бы и нет И всадил правый мощнейший удар Благо Форман успел опустить голову Да и вообще, как вы видите Науку бокса Хотя бы в том, что челлич всегда надо держать опущенной Форман к своим годам Освоил на 100% Мощнейшая шея Такая круглая голова Большие плечи Особенно, когда Форман поднимает свои локти вверх Такое ощущение, как будто это просто сплошная непроходимая громада мышц И удары в ней просто тают В начале каждого раунда Халифилд так Налегке работает Но в какой-то момент, как правило, все-таки срывается на толкотню вблизи Вполне может быть, что и он подустал Вообще у Халифилда были проблемы с выносливостью по ходу карьеры Это ни для кого не секрет Пожалуй, лучший Халифилд Свой самый пиковый бой Это были, конечно, его бои с Тайсоном Но там был очень серьезный раздражитель В момент этого боя Халифилд уже абсолютно чемпион мира В общем-то, доказывать что-то еще кому-то ему уже не надо И я думаю, что... Ну, вряд ли он, конечно, недооценил Формана Ну, согласитесь, когда между вами раньше 15 лет Как-то относишься Более попроще, что ли, к своему сопернику Тем более со стороны, опять же, кажется Форман Ну, очень простым боксером Размашистые удары, двойки Периодические тройки Вся защита это просто Выставление локтей вперед и наклоны Даже не уклон, а именно, что наклоны Форма так наклоняется немного Вправо от себя, группируясь И удары, в общем-то, практически любые разбиваются А его мышцы Локти и плечи Ох, сейчас потрясающая комбинация На скорости сработал Халифилд Сработал на скорости и поймал момент Форману тяжело, это видно Халифилд Человек с большим сердцем Его самым главным капиталом во всех его боях Было бесстрашие Вот это то, что во многом принесло ему победы Он не боялся Майка Тайсона Грозу всех и вся того времени на ринге Он не боится ударов Формана А бояться здесь есть чему Практически все, кто пропускал раз-два Удара от Формана Начинал тушеваться Старался закрываться И работал довольно скованно Потому что, как по мне Халифилд КВ Более страшный панчер был, чем Майк Тайсон Посмотрите, что творит Халифилд Чудо Чудо и гонг Спасают Джорджа Формана И вновь поймал Халифилд его Этим правым прямым После уклона И вновь не смог закончить бой Десятый раунд Очень быстро идет время в ринге Но это для нас с вами оно быстро идет Для боксеров-то оно тянется в вечность, как правило Как говорил Хемингуэй Хотите почувствовать Что такое время Приведите пару боев Пару раундов в ринге И вот такой неприятный момент Технически Обмотка на перчатке Размоталась Настолько был горячий бой Даже экипировкой не выдерживает Для кого пошел на пользу Этот перерыв Ну, скорее всего Для Формана Он хоть и выглядит Как человек, который остановился После предыдущего раунда Я думаю, остановиться После такого тяжело Представляете, какая Сейчас давлеет Над Форманом Дилемма Уже несколько раз Халифилд поймал его Правым прямым После отклона И как после этого Кидать удары Вот эти По крайней мере Вот эти одиночные удары Прямые и боковые Очень тяжело решиться на это А решиться как-то надо Ну, как вариант Конечно, работать комбинациями Но против Халифилда Тяжело работать комбинациями Он Может при желании Разорвать дистанцию Если почувствует Серьезную угрозу Либо заряженность Формана на комбинационную работу И вновь попадает А вот сейчас Было очень опасно Левую на левую Били Боксеры Если бы кто-то из них попал Я думаю, бой бы закончился И пропускает Халифилд Под занавес Хотя, какой занавес? Первая минута только заканчивается Под занавес первой минуты Да, без страша Как я говорил Это тот капитал, который Помог Форману Взойти на самый верх Никого и никогда Не боялся Этот боец Какой бы то ни был Великий нокаутер Мне кажется Халифилд был Из тех людей Которым это только Добавляло мотивации Чем более страшным Считают Своего соперника Тем сильнее он бьет Чем лучше Халифилд подходил К своим боям И вот сейчас уже Халифилд вяжет И я думаю Вяжет не просто так Эти пропущенные удары Судя по всему Дали о себе знать Форман понимает Что для него это шанс Возможно Последний шанс В этом бою В седьмом раунде У него не получилось Воспользоваться Заканчивается десятый Останется всего Два раунда И попадает Под занавес Джордж Форман Одиннадцатый раунд Чемпионские раунды С опаской Сейчас действует Вандер Халифилд И снимают одно очко Джорджа Формана За удар ниже пояса В общем-то за дело Это не первый раз по ходу Боя Когда Форман попадает Ниже пояса А Форман вообще Был известен этим Довольно часто Попадает ниже пояса Был у него Такой технический Грешок А Халифилда Это как будто бы Только заводит Заметили Как изменилась Манера ведения Боя Халифилда Поздним раундом Намного меньше Он стал действовать сам Все больше он ждет Атаки от Формана Вот Если действует сам То вот сейчас Как правило После комбинации Старается Прилинуть к своему сопернику И дожжать покрепче Но вообще Видно Видно Что он выжидает Атаку Чтобы вот как сейчас Попытаться встретить Это очень опасно Но Атаковать самому Тоже опасно Форман ждет Этих атак Да и Все таки Практически Все те успехи Которые имел Халифилд В этом бою А он достиг Как раз их После Атак своего Визави Середина Одиннадцатого Раунда У нас Форман действует Очень расчетливо Это Нельзя не отметить Это тоже то качество Которое у него Выработалось За годами Опять же Понимая Недостаток Выносливости Он не делает Каких-то Лишних движений В бою Не кидает Каких-то Особенно ложных Ударов Каждый удар Зачастую Направлен на то Чтобы принести Какой-то урон Своему сопернику А Халифилд Начинает Откровенно вязать Оба Выжидают Выжидают Атаки Друг друга И вот сейчас Получается У Халифилда Вновь И вновь После атакки Формана Зарубежные Комментаторы Восхищаются Как могут Те парни Держать такие удары И стоять на ногах А мне тоже Непонятно Ребята Весят за сотку Некоторые Далеко за сотку Каждый 117 кг Вес Хормана Интересно Интересно Сколько он скинул После этого боя Халифилд Как-то рассказывал Что Выступая в полутяжелой Весовой категории Он За бой Скинул 12 кг Представляете Что такое 12 кг Скинуть за бой Поприветствовали Друг друга Боксеры Финальный 12 раунд Начинается Публика Стоя Приветствовала Начало раунда Представляете Какая атмосфера Какая энергия Царит В том зале Да Побывать на таких Выдающихся боях Это конечно Дорогого стоит И не хорошо Поприветствовали Поприветствовали И не так Сейчас правую Направую Пробить оба бойца Халифилд рискует В таких боях Очень рискует Очевидно Для него И для его штаба Что бой В целом Выигрывает По очкам Но Все таки Он рискует Риск Дело благородное Халифилд Будет совершенно Бесстрашным боксером Не боится рисковать Все ради того Чтобы Закончить бой Досрочно Он может отбегаться Но вместо этого В 12 раунде Предпочитает Вести бой Весьма и весьма активно Периодически Конечно таки Срываясь на клинче Но Здесь уже Где выступают Тактические моменты Форман тоже устал И ему тоже Не очень легко Держать на себе Халифилда Грамотный боксер Умеет Распределить свой вес На оппоненте Так чтобы ему было Некомфортно И тяжело Представляете Вы весите 117 килограмм Тут вам на грудь Падают еще Килограмм 110 Не самое Приятно Для ваших ног Испытания Поверьте мне Все это надо Выносить на себе И это в 12 раунде После большого количества Пропущенных Тяжелейших ударов Их Халифилд взрывается Со стороны Глядя на форму Кажется Что ничего особо Не поменялось По сравнению С первым раундом Все так же Вальяжно Ходит по рингу Не спеша Выкидывая Свои тяжеленные Бомбы Но усталость Она конечно Есть Рефери Просто не может Разнять Бойцов И Инициатором Этих захват Является Халифилд Хватает Вяжет руки Прихватывает За шею Ну Профессиональный бокс Подобные вещи В нем допустимы Ничего не поделаешь И бой Кончается Кончается В обоюдных Объятиях Двух великих Боксеров Да Это был Великий бой Форман Что-то говорит Халифилду Его тренеру Луи Дува Великолепный Тренер Ну С высоты Своего опыта Я думаю Все прекрасно Понимает Форман Что бой Он Провел Очень достойно Показал То Чего не показывает И Очень-очень Многие Кто ходил Против Халифилда Показал Великолепный Дух Сердце Воина И то Что Несмотря на Все недостатки У него Все еще есть Мощнейший удар Опыт И Прекрасное Понимание Боя Очень глубокое Ну а мы с вами Выслушаем Вердикт Ни у кого Особых Сомнений Не вызывает Форман Снисходительно Кивает головой Ну а Халифил Тем более Не сомневается В той победе Да Вот так Закончился он Совершенно Легендарней Шибой Который Мы с вами Можем лицезреть Можете Лицезреть На нашем Канале Подписывайтесь Ставьте лайки Комментируйте У нас Будет Еще Очень Много Интересного Контента КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ